О нефти и газе говорили сегодня и в Тюменском технопарке. Представители компании «Лукойл» обсудили с бизнесменами региона тему импортозамещения в отрасли. Сейчас большая часть оборудования на месторождениях иностранного производства. Анна Княжева узнала, что могут предложить наши предприятия нефтянки. Вот так лицом к лицу они встретились впервые. Одна из крупнейших нефтяных компаний и тюменские бизнесмены. Тема импортозамещения актуальна для всех. Санкции подтолкнули нефтяных гигантов искать новых поставщиков оборудования. Мы надеемся, что в связи с этими событиями у нас появится дополнительная ниша, поскольку сейчас рынок очень плотный для нашей продукции. И благодаря вот этим событиям мы видим, что возможно, тем более есть намерения нефтяных компаний, не нужно их убеждать, они сами просят. Это радует. И мы, естественно, такую возможность не упустим и будем ее использовать. Представители Лукоила четко обозначили приоритеты. Их интересует долгосрочное сотрудничество. И одно из самых важных условий работы – возможность безболезненно вписать российские аналоги в уже существующие и отлаженные процессы. Нам необходимо на сегодняшний день уже проводить исследования, подбирать новые материалы, новые технологии, проводить апробацию как в лабораториях, так и на месторождениях. Это нужно достаточно инвестировать, чтобы научный потенциал, который сегодня существует в России, помог в дальнейшем развиться. Сколько времени потребуется на то, чтобы заместить на рынке импортную продукцию, никто не прогнозирует. Но сделать это в максимально короткий срок поможет государство. Правительство региона, наш департамент готов этому процессу содействовать, как организационно, так и в принципе оказывать финансовую поддержку. В случае, если требуется будет какое-то оборудование и по программе либо поддержки малого предпринимательства, либо поддержки промышленных предприятий, мы готовы будем в том числе и просубсидировать либо лизинг этого оборудования, либо приобретение его в кредит. В рамках биржи контактов производители рассказали о своих возможностях. Следующий этап – обозначить конкретные позиции, по которым бизнесмены могут быть полезны друг другу. Анна Княжева, Владимир Кондратьев, Тюменское время.